Всем привет, друзья! Перед вами портсигар. Это коробочка для переноски сигар, сигарет или папирос. Первые портсигары появились у нас при Петре Первом. Сначала для изготовления вот таких портсигаров использовали различные материалы, но вскоре основным стало серебро. Так как серебро удобной обработки противостоит воздействиям окружающей среды, а также красивый цвет и блеск. В начале 20-го столетия портсигар носили в карманах все уважающие себя представители высшего сословия. В период Первой мировой они стали настолько популярны, что их принято было дарить отличившимся в бою офицерам. Конечно, традиция носить портсигар разрушилась с момента появления картонных упаковок портсигареты. Но, несмотря на это, в последнее время все чаще стали говорить о возвращении моды на портсигары. Особенно мода у коллекционеров. Собирают разные. Значит, вот этот портсигар на нем изображен главный павильон Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, который проходил с 1939 по 1941 год, а потом после войны с 1954 по 1958. Думаю, что это где-то вот этот экземпляр 55-го где-то года. На нем изображен главный павильон Всесоюзной выставки. И есть буквы ВСХВ. С обратной стороны тоже какой-то павильон. Вот он. Какой? Не знаю. Значит, металл, из которого сделан этот портсигар, это латунь и посеребрение сверху. Завод-изготовитель металлодетали. Парсигар в хорошем состоянии. Замок работает. Посеребрение, как видите, сохранили волосы везде. Размеры портсигара 10,5 на 8 сантиметров. И вес около 100 грамм. Вот я открыл коробку и аромат, конечно, присутствует. Запах шикарный. Вот эти лямки тоже сохранились. Ничего не высохло. Вот так все закрывается. Всем спасибо, ребят, за внимание. Лайкайте, подписывайтесь. Всем пока. Пока. t